Я не могу догнать! Я мечу! Мы, если едем поздно ночью, прямо на дороге... Иван, давай! Ну что такое? Иногда это бывает действительно настолько смешно, что очень сложно удержаться, ребят. Софиш, давай залазь! Тихо! Привет, я Энни Мэджик, и я, ребята, очень часто слышу от вас, что вам скучно, вы редко где-то бываете, и я решила хотя бы московских мэджиков вытащить на улице. Раз уж я все равно постоянно сейчас бываю в Москве, и придумала квест по следам Энни Мэджик. Каждый раз я буду в каком-нибудь интересном, прикольном месте оставлять тайник, а в этом тайнике будет код, и тот, кто самым первым найдет тайник и напишет в комментариях код из этого тайника, тому я сделаю очень крутой личный сюрприз. Всего будет 4 места, по 2 на каждом канале, и в следующем видео я уже объявлю первого победителя, так что следите за выпусками, и сегодня мы находимся в очень крутом масштабном месте под названием ВДНХ. У меня первое воспоминание о ВДНХ, это мы приехали как-то ночью в кинотеатр под открытым небом смотреть кино, и я ничего толком не разглядела, потом еще несколько раз сюда возвращалась, но с тех пор, пока я тут не была, просто тут нереально все изменилось, я в каком-то сейчас легком шоке, что у меня слов не находится, все красиво, свеженькое такое, отреставрировали огромное количество павильонов, зданий, какие-то прямо сейчас находятся на реставрации, я в восторге каком-то нахожусь, я не знаю, мне прям плакать хочется, это просто слезы счастья, то есть дух захватывает. Я просто, ребята, читала, что на ВДНХ проходит реставрация, но я не ожидала, что все так круто изменится, кардинально просто, везде высажены растения. Не зря изначально ВДНХ называли город-сад, и теперь ему, по сути, возвращают вот этот вот исторический облик. Я реально рада, что у нас сейчас есть плюс, одно очень крутое место для отдыха. Итак, я спрятала тайник, и вот подсказка, как его найти. Ищи под носом гигантского яка. Завтра на своем канале Анимэджик я спрятую еще один тайник, здесь тоже следите за выпусками, а мы поехали дальше. Сейчас по вашим просьбам пойду гулять со всеми четырьмя своими собаками, и пойдем мы в очень необычное место, в лес, потому что я еще ни разу не была со всеми вместе в лесу, то есть мы гуляли в разных местах, на улице, еще где-то на природе, но в лес все вместе еще не ходили. Сейчас я открою машину, а они уже побегут. Пошлите скорее гулять! Пойдем давайте быстрее, быстрее! Конечно же, в городе и в каких-то других местах все гуляют на поводках, но когда я знаю, что здесь безопасно, природа, улица, все гуляют просто так, чтобы побегать, ставьте лайк этому видео, если хотите больше жизни, больше лайфов, больше влогов того, как все на самом деле. На моем канале Анимэджик выходит ролик тоже с квестом, а также кое-что интересненькое, так что потом сходите, посмотрите и на Мэджик Пэт, скорее всего, видео. Сейчас мы устроим гонки. Кто быстрее, человек или собака? И если собака, то кто из них? Хейвен, Миша, Софи или Юми? Раз, два, три! Кто быстрее? Он быстрее меня бежит! Миша самая последняя! Три! Я не могу догнать! Я умещу! Самая первая стабильно побеждает Юмичу. Мы еще потом в конце проверим еще раз это. Есть опасность, если ваша собачка будет в городе это делать, то в городе трава не такая чистая, она вся в пыли, в машинной автобусной грязи, поэтому нужно быть аккуратными, и еще всякие химикаты могут на этой траве быть. Я хотела рассказать, что у меня в портфельчике. Наверняка многим будет интересно, кроме моей косметички. Здесь водичка, конечно же, с собой питьевая. И раньше я использовала вот такую вот поилку, то есть вода сюда наливается, и потом потихонечку вот сюда наливается, чтобы попоить собачку. Это обязательно важно, если вы идете куда-то гулять с животными, брать с собой воду. А теперь потом какое-то время я использовала вот такую миску, это очень прикольно. Она как бы вот так застегивается на такие кнопочки, а так она плоская и тоже очень удобная. Просто сейчас все явно хотят пить. А тут недавно мне подарили вот такой вот конвертик Мэджики, и я подумала, что это такое. Сначала не поняла, оказывается, это миска такая раскладная, очень прикольная. Сейчас мы нальем водички попить в эту мисочку. Она силиконовая и складная, получается, совсем не занимает места. Софиш, давай попей водички. Если, наверное, вода осталась, можно ее просто слить куда-нибудь, если у вас есть такая возможность, или даже в бутылочку, а потом мисочка обратно вот так вот складывается. Летом, осенью, весной обязательно обрабатывайте своих животных от клещей, блох, чтобы никто их не укусил, салфетки для ухода за лапами. Если потом в машину залазить, полотенчика собачьи такие, на всякий случай простые. Я надеюсь, вы убираетесь за своими животными. Есть сейчас вот такие прикольные штучки. Мне подарили целых четыре на каждую собаку. Вот там мешочки специальные, чтобы за ними убирать, когда они в туалет сходят. Но мне на самом деле, конечно же, достаточно одной, типа крем, воск, вазелин платиновский. Я его использую в случае, если какая-то ранка. В общем, это вообще от всего, вместо всяких других защитных средств у меня с собой. Мы заходим все вместе в лес. Пошлите. Скорей по моим следам. Ждем, как всегда, Мишаню самого последнего нашего опоздавшего. Миша всегда после всех идет, машет хвостом. Здесь прям явно попрохладнее. Я, кстати, забыла сказать, что еще у меня вот такая сумочка на пояс всегда. В ней может быть какая-нибудь игрушка с собой, например, мячик. Но сейчас, я думаю, ничего никого не интересует, потому что слишком много всего интересного. И, например, корм я ношу с собой, если вдруг будем заниматься, дрессироваться. Я думаю, что Миша вообще ни разу в жизни в лесу не была. Юмичу уже грязная. Тоже первый раз в жизни в лесу. Посмотрите на ее язык. Как у нее язык торчит. Вроде только что попила. Когда так дышат с языком, на самом деле они таким образом регулируют температуру своего тела. То есть у собак потеют подушечки лап, и через язык они регулируют температуру, чтобы им было не так жарко. Путешественники, приключений найдем себе каких-нибудь. Юми, залазь сюда на пенек. Вот молодец. Давай сделаем фотку в инстаграм. Попроси. Вот Юмичу. Миша с Софишей. Такие красивые. Они говорят, а как же мы? Мы тоже хотим фоточку. А Юми очень хочет фоточку в инстаграм. Сделать что ж Софиста. Ой, я не могу с них. Вот зайчик мой красивый. Молодец. Вот там вот Эйвен, и я сейчас проведу проверку такую. Он часто очень любит, типа я такой самый важный, сам по себе, и мы сейчас все потихоньку, молча начнем уходить. Ну, я буду, конечно же, следить за ним, а посмотрим на его реакцию. Мне кажется, он нас потеряет сейчас. Стрёмно так ведет. Давайте пойдем. Тихонечко. Пойдем. Снимай, снимаем. Пойдем. Давайте, давайте, давайте. Уходим, прячемся от Эйвена. Понял все-таки, что мы уходим, и пошел за нами. Я такие часто проверочки провожу ему, а то он, типа, залез такой. Ой, смешной. Мы, если едем поздно ночью, прямо на дороге можем встретить сову или совенка, которая сидит и не улетает, пока не подъедешь прямо впритык. А еще мы постоянно видим каких-нибудь зайчиков. У нас на участке завелся кротик. В общем, тут полно всякой живности, особенно круто это птицы, их огромное количество самых разных. Кстати, есть такое мнение, что ежики небезопасны, и они, как и лисы, например, переносят бешенство. Лис мы тоже здесь видели пару раз. Вот, например, опять Юми с Эйвеном куда-то там ушли в кусты, я их вижу. А они меня нет, они куда-то уходят. Юми там на задней лапе встала, прикол. Они куда-то идут, может быть, они кого-то заметили. Юми постоянно лазит по деревьям, она сама реально любит залазить на какие-то такие высокие поверхности и сидеть там. Она как кошка, как киска-алиска ее подружка, которая сейчас осталась до... Смотри, что это? Не потеряла ли Юми способность лазить высоко по деревьям? Посмотрите, она сама ползет туда. Я ее хвалю и даю вкусняшку, чтобы поддержать это ее умение, потому что мне очень нравится, что Юми лазит по деревьям, и, может быть, действительно, нам нужно заняться каким-нибудь аджилити, каким-нибудь... Ой! спортом для собак. Лесное аджилити! Давай, Юмичу, давай! А-а-а-а, Юми! Ну ты герой! Мне кажется, она реально, если убрать мешающие ей ветки, может еще выше забраться. Давай! 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 Вот молодец! Это было небезопасно. Ни в коем случае не повторяйте этот трюк. Мишаня нашла гигантский муравейник! Здесь нужно быть очень аккуратными, потому что муравьи могут покусать собак в лапы. Лучше не давать им подходить. Юми, уйди, 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 уйди! Уйди с муравейника! Посмотрите, какой гигантский муравейник! У меня же есть муравьи, и я сейчас занимаюсь их глобальным переселением из старой маленькой фермочки в гигантский коттедж. И я увидела сейчас... Юми, нет! Юми, уйди! Я увидела сейчас этот муравейник, и мне пришла в голову очень крутая идея, такой прикольный эксперимент с лесными муравьями. Вроде я видела, что все четверо были здесь. Миша, Юми, Софи. Эй, Ван! Я так и знала, что ты куда-то ушел. Иди сюда, быстро! При том, что он такой воспитанный пес, где он только с нами не путешествовал. Он прям вообще идеальная собака, но вот у него бывает такое включается, и он решает куда-то уйти. И, Вась, давай подкрепим наш контакт с тобой. Дай лапу. Дай другую. Дай пять. Дай пять, мои мамочки! Ребята, мы нашли собаку на дереве прямо в лесу. Юми, что, давай? Мне кажется, нам точно с Юми надо заняться какими-нибудь подобными видами спорта. Давай развернись, думай, как это сделать. Вот молодец! Вот молодец! Спущу ее все-таки сама, потому что здесь как бы куча каких-то веток, коряк. Гигантский гриб! Ух ты! Нет, есть нельзя, ни в коем случае не разрешать вам кушать никакие лесные грибы. Смотрите, какой он большой! У него шляпа как больше, чем две моих ладошки. Я, конечно, понимаю, что большинству больше интересно типа там айфоны, тусовки и все дела, а я люблю природу. И очень круто, что у нас, например, вот можно просто выйти из дома и собирать грибы. И их тут же жарить вечером и кушать. Юми сразу же его хочет съесть. Смотри, Миша. Миша не хочет съесть гриб. Софиша не хочет тоже. Эйва, ну все равно. А Юми прям хочет его съесть. Вот ну скажите же, что это за собака такая, а? А я не могу, Юми, ты такая смешная. Она реально хочет съесть гриб. Отдай! Чуть не съела гриб. Я сейчас выброшу гриб куда-нибудь, но я подозреваю, что Юми за ним побежит. Я же говорю. Юми, фу! Нельзя подбирать земли. Пойдемте. Пошлите. Все такие, раз! Все поняли, что надо делать. Только Миша не поняла. Миша прошла под деревом. Ну, конечно, логика. Протиснулся. Идем? Идем? Иван, давай! Ну что такое? Вот молодец! Боком надо запрыгивать. Молодец, мой Ивасик! Нельзя насмехаться над собаками. Ни в коем случае над своими питомцами. Но иногда это бывает действительно настолько смешно, что очень сложно удержаться, ребят. Софиш, давай залазь! Вот молодец! Вот молодец! Молодцы! Пошлите скорее! Где же Миша? Где Миша? Неужели Миша перепрыгнула через дерево? Так хотела с нами пойти! Мишаня, ты герой! Ты молодец! Только ты перепрыгнула с той стороны, где ты здесь не проползешь через заросли. Ты какая молодец! Это достижение прямо! Такое же препятствие. Пойдемте. Все молодцы! А Мишка? Миша! Давай! Миша всегда выбирает почему-то какой-то странный путь. Не там, где все. Заросли папоротников. Сейчас затеряемся тут, как в фильмах. В папоротниках собак будет не видно, они все маленькие. Софиш, давай! Уходим от Миши, чтобы она нас догоняла. Я держу ее в поле зрения. Пошлите скорее, аккуратнее тут крапива, не обожгите лапы. Тихо! Там кто-то кричал как будто. Пойдем. А, это? Может, птицы какие-то кричат? Мне кажется, мы сейчас можем кого-то там встретить. Мишань, пойдем. Пойдемте все. Миша последний, как всегда, герой из травы вылазит. И мы все вчетвером вышли на поле. А тут такое адское солнце, прям пекло. Вот опять не успели, вот там вот опять кто-то кричал. Я сначала напугалась, а потом мне показалось, что это, видимо, тоже кто-то в лесу гуляет. Какие-то дети, но они как будто прям кричат. Мне поэтому непонятно, зачем они просто кричат, а вдруг кто-нибудь заблудился и кричит. У собак такое средство, которое помогает им не только от клещей и блох, но и комаров. А меня всю искусали, я не помазалась, еще и ветка меня поцарапала до крови. Всю прям съели комары, я вся чешусь. Жалко, что киска Алиска пока не ходит на такие прогулки с нами. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравился наш влог. Если хотите еще больше, поддерживайте лайк, пишите свои комментарии. И увидимся скоро в новых видео. Переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах. Поехали домой! Кто быстрее? Юмичу! Юмичу быстрее меня бежит! Я тебя обгоню! 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 Обгоню!